Давайте так, с точки зрения рассмотрения, ознакомления вас с материалами проверки, с учетом того, что моя позиция не поменялась, с точки зрения 152 федерального закона о персональных данных, я до сих пор считаю, что персональные данные могут быть предоставлены только по решению суда, но с учетом позиции тех лиц, которые мы опрашивали, и их невозражение против предоставления вам их персональных данных для последующего обращения в суд и так далее, я могу вам предоставить материал проверки для ознакомления. Николай Валерьевич Чухарев. В нарушении федерального закона о персональных данных ознакомы у меня с персональными данными таких-то лиц. Как вы думаете, что будет дальше? То, что вы сказали на словах, подтвердите это на бумаге, что вы отказываетесь дать ознакомление с персональными данными, но вы даете, потому что есть письменное согласие. Это отдельная история будет для разбирательства, каким образом вы получили, если это есть письменное согласие. Я не обязан вам предоставить письменное согласие. Значит, этого согласия нету. Как мы можем ознакомиться с их письменного согласия, которого я... Я вам озвучил, я что готов предоставить. Мы вам не верим на слова. Вот лично я вам верю ни одному слову, понимаете? Вы будете знакомиться с материалами или нет? Все, что вы говорите, не соответствует действительности. Да, мы будем, конечно. Вы изобретаете велосипед. Вы будете сейчас знакомиться или нет? По какой причине вам предоставляете материал для ознакомления? Это мое личное мнение. Николай Валерьевич признал, что он обязан нас ознакомить с материалами проверки. Понятно, что ему было неприятно признать данный факт, что он это делал незаконно. Придумал историю с какими-то там письменными согласиями тех лиц, чьи данные мы будем проверять. Естественно, это все не подтвердилось. И в итоге он нам дает устное согласие. Мы это зафиксировали. Как вас зовут? Монастерский Ильван Вячеславович. Монастерский Ильван Вячеславович. Вы звоните из прокуратуры? Нурманской области. Нурманской области, ага. Вы к нам обращались с заявлением, да, в том числе об ознакомлении с материалом проверки по холодильнику. Да, да. Хотелось бы вас пригласить, согласовать с вами время, когда вы сможете прийти и ознакомиться. Хорошо, давайте. Какие у вас там есть варианты? Как? Так. Ну, вы как? Работаете? Ну, все заняты. Есть чем заниматься людям. Принципы. Если у вас там рабочее время, там, с 9 до 5, например, ищем. Вот. А так вообще... Да, после обеда будет удобно. После обеда? Угу. Завтра после обеда, да? Так, завтра у нас сейчас в 14.30 вас устроит. Завтра. Давайте так, я сейчас уточню, во сколько завтра суд, и перезвоню вам. Можно так будет сделать. Так, мне с вами лично нужно будет, да, созваниваться по поводу ознакомления. Вы меня будете ознакомливать? Да, я вас буду ознакомливать, конечно, непосредственно. Так, Иван Вячеславович. Да. Так, все хорошо. Сейчас я уточню, во сколько суд, и перезвоню. Хорошо, спасибо. Даже если мы сейчас с чем-то ознакомимся, ведь все равно дополнительные материалы появятся. И что, нам опять повторно ознакомливаться? А если возбудят уголовное дело? То, что мы будем ознакомливаться, это уже является тайной следствием. Ага. Понятно, что они это делают, как раз именно как вы написали, чтобы отмазывать Чухарева этого. Поэтому просто им говорите, ребята, подожди, так вы все-таки определитесь, у вас что, уже есть третий отказ возбуждения уголовного дела? Ага. Если есть третий отказ, соответственно, ну, вручите нам третье постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Мы и хочем ознакомиться, какие материалы были дополнительно приобщены. Прокурор же указал, там, допросить того-то, того-то, того-то. Мы на приемы ходили к разным начальникам, которые говорили, там, то-то, то-то. Мы там целые писали ходатайство, что нужно кого-то просить, что сделать и тому подобное. Мы же должны ознакомиться со всеми материалами. И почему прокуратура нас приглашает? Потому что я им писала ознакомиться с материалами дела от 18-го, 12-го. Ну, имеется в виду, с материалами дела прокурорской проверки, наверное, они приглашают, а не с проверкой именно по вашему заявлению о совершении преступления. Это же разные вещи. Наверное. Если с прокурорской проверкой, то можно без проблем, как вот вы в прошлый раз ходили, пройти, отфоткать, все это дело. Да. Скорее всего, они вас приглашали ознакомиться именно с материалами прокурорской проверки. Наверное, да. Потому что я же им писала тут кучу раз, прошу ознакомиться, ознакомиться. Ну, тут, правда, сроки уже прошли. Ну, вот я к чему это говорю. А с материалами именно проверки сотрудниками полиции нас, никто, я так понимаю, до сих пор не приглашает. Но сейчас они не могут нас пригласить, потому что проверка продолжается. Угу. Но когда будет вынесено постановление, предположим, третье, об отказе, то они нас обязаны пригласить, потому что в итоге наше заявление по существу не рассмотрено, именно об ознакомлении с материалами проверки. Угу. Ну, вот мы 30-го числа будем, и мы узнаем вообще, на какой стадии проверка, сколько эта проверка будет длиться, почему не принято решение, если принято, то какое, будет ли оно третий раз отменяться, там, прокурором и так далее, сколько этот цикл будет повторяться. Угу. Так, так получается, что на прокурорскую проверку можно пойти, пофоткать. Да, на прокурорскую почему бы не сходить, как бы. Пускай будет лишний материал, может, там что-нибудь интересненькое будет. По крайней мере, будем ссылаться на то, что прокурор указал на конкретные замечания, конкретно указал, что нужно сделать сотрудникам полиции. Соответственно, если Чухаров начнет говорить, что вот мы сделали то-то, то-то, а прокурор там, допустим, еще что-то им написал, а это он скажет, мы еще не сделали, тогда зададим вопрос, почему вот до сих пор не сделали. Ну, то есть нужно смотреть, что прокуратура конкретно указала. Она же когда отменяла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, они же указали, что нужно дополнительно проверить, кого дополнительно надо бы допросить, там, экспертизу провести и тому подобное. То есть в любом случае у них проверка еще идет, потому что они экспертизу не проводили о том, рабочий ваш холодильник, не рабочий с этой платой, понимаете? То есть, ну, мало ли там какую-нибудь оплату принесли. Они же вживую-то не знают, какой холодильник. Они же не втыкали в холодильник, не запускали его, работает, не работает. Тем более, вот эта экспертиза, она не быстро делается. Так, хорошо, ладно, что, тогда я ему звоню, это я могу одна сходить туда? Да, можете одна сходить, но в любом случае все фиксируйте, я имею в виду, хотя бы на аудио, чтобы писалось обязательно. Вот, и уточнить у него, что имеется в виду, что с материалами прокурорской проверки, уточните. Если он скажет, что с материалами прокурорской проверки, если вы тоже это запишите, то это одна ситуация. А если с материалами ментовской проверки, то тогда вы скажете, подождите, как мы можем ознакомиться с материалами ментовской проверки, если проверка еще не закончена, то есть материалы дополняются и тому подобное. Но он не может так сказать, в принципе, потому что у него и не должно быть этих материалов. Ну, как-то так. Так, ладно, так, ладненько, все, хорошо. Завтра-то идете в суд, нет? Ну, да, вообще, я планирую. Будет вот это только предварительно или... А может все на предварительном закончится? Или это предварительное как бы типа... Если стороны не будут возвращать перейти к рассмотрению по существу, то может сразу же дело быть рассмотрено по существу. Ладно, хорошо. Я просто по срокам думаю, как мне успеть до обеда лучше дела сделать или после обеда. Мне там надо чертежи отвести на распечатку. Да я думаю, до обеда, конечно, все успеете. Ага, ну ладно, хорошо. Ну все тогда. Ага, все-таки хорошо. Иван Вячеславович, а мы же будем с чем ознакомливаться? С материалами прокурорской проверки? Нет, с материалами процессуальной проверки. Так, это какая процессуальная проверка? Это которая полиция выполняет? Которая полиция, да-да-да. Которая полиция. А как сейчас уже третий отказ возбуждения уголовного дела, да, вынесен? Да, да. Ага, снова отказ, третий. Да. Ага, так, понятно. А как, почему я у вас ознакомливаться должна, а не в полицию? Ну, мы же проводим проверку по вашему заявлению. Уже обращались в прокуратуру недавно, да, по-моему, когда 11 декабря вы были на приеме. Ну, сроки-то уже вышли этого обращения? Там же в течение 10 дней? Нет, понятно, понятно. Но мы просто контролируем прокуратуру первомайского округа, в общем, мы не подправили для разрешения. И, соответственно, проконтролируем прокуратуру первомайского округа. Вот, и по поручению, соответственно, руководителя прокуратуры области принято бы было решение непосредственно вас вызвать к нам. Мы спросили материал в отделе полиции номер 3. Угу. Нет, значит, это второй отказ. А сейчас материалы повторно, ну, то есть уже в третий раз они отправлены в полицию для выполнения определенных там действий. Мы уже ходили в ОМВД к начальнику гор, ну, к заместителю начальника города, да, у нас. И были даны, ну, там определенные какие-то, значит, рекомендации. Ну, я не знаю, что вы там даете, предписания или какие-то указания, да, выполнить там. Допрос свидетелей, потом экспертизу платы холодильника там, ну, и так далее. Целый там реестр, перечень действий, вот. И после этого материалы дела были отправлены прокуратурой. Ну, то есть 18-го числа был отказ, прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела и отправила его обратно в полицию на дополнительную проверку. Все верно. Вот, чтобы, и там приписочка была такая, чтобы что-то там решить вопрос возбуждения уголовного дела. Вот сейчас эта проверка, она закончена уже или нет? Нет, еще она не закончена. А, вот. Вот почему я и спрашиваю, а как я могу тогда ознакомиться с материалами дела, если возбудят уголовное дело, и это уже все останется тайной следствия? Ну, мы просто вам предоставляем реализовать свое право. Ага, я поняла. Ну, давайте мы тогда дождемся результатов этой проверки. 30-го числа мы идем на прием к Чухарю Николаю Валерьевичу, мы записаны на 11 часов, и у него уточним уже, как там все продвигается. Он нам об этом сказал, обо всем расскажет на встрече. Так что думаю, что нам не обязательно с вами встречаться. Мы потом в январе встретимся, когда все это доведет логического, дойдет до логического заключения, мы ознакомимся. Хорошо, все, я вас понял. А у вас, прошу прощения, 30-го числа там во сколько у вас прием? В 11 часов. В 11 часов к Чухарю. Угу. Хорошо. Ладно, все, я вас услышал, спасибо большое. Вам спасибо, до свидания. До свидания. Алло. Ага, Владимир. Он потом отказался от своей теории, что третья проверка уже закончилась, да, я ему донесла доводы относительно нашего похода в ОМВД, и поручениями вот этих вот всех действий и мероприятий, которые нужно выполнить, вот. Там просто можно один раз послушать эту запись, и все понятно будет. Так-то сейчас фактически эта проверка не закончилась, о чем он мне и сказал, что да, эта проверка еще не закончилась. Я говорю, так как мы тогда пойдем ознакомлюсь с материалами дела? Анна, если он сказал, что третий отказ, проверка закончилась. А потом он сказал, что она не закончилась. Он сказал про отказ возбуждения уголовного дела? Да, я его спросила, я говорю, уже есть, говорю, третий отказ возбуждения уголовного дела? Он говорит, да. От 11-го числа. Я говорю, от 11-го, это был второй отказ. 18-го числа его прокуратура отменила. И сейчас идет, говорю, третья проверка процессуальная. Она закончилась? Он говорит, нет. Так отказ есть следующий после 11-го? Нет, нету. Нету этого отказа, проверка ведется. Не только это он так сказал. Понятно. Не, ну вы мне это пишите или там сообщаете, что третий отказ. Ну если есть отказ, проверка закончена. Ну все, тогда тут нечего суетиться, когда пускай будет третий отказ, если он будет, то тогда будем знакомиться со всеми материалами проверки, в том числе и с экспертизой, с допросами тех, кого мы ходатайствовали, там дополнительных потерпевших. Ну нужно же, большой же объем там работы нужно проделать. Да, да. Ну короче, я сказала, давайте. Нет, наверное, я уже не пойду, но нам же надо реализовать ваше право. Я говорю, ну во-первых, все сроки прошли моего обращения, это раз. А во-вторых, говорю, мы пойдем. Анна, смотрите, давайте сделаем так. На будущее у вас есть представитель. Если у них возникают какие-то вопросы, пускай разговаривает со мной. Во-первых, чтобы я нормально, четко все фиксировал, чтобы под запись. Во-вторых, чтобы они вас не ловили на вот этих вот ваших отказах и тому подобное. Потому что они также могут записывать разговор с вами. И потом ссылаться на то, что вы отказались. А что вы хотите? Вы определите, что вы хотите. То хочу, то не хочу. Устрою этот детский сад. Поэтому не надо играть в их игры. Потому что они вас обманут. Ну, мягко скажу. Ну, это уже видно, что они прям каждый раз пытаются меня обмануть. То есть у них как не звонок, так сразу обман. Поэтому говорю, никогда не давайте категоричный ответ. Отказ там, то-то, то-то. Я подумаю, я посоветуюсь, там, то-то, то-то. Не давайте отказ, чтобы они не могли зацепиться за вот это слово. Что вы отказываетесь ознакомиться с материалами дела. Нет, я не отказываюсь. Мне нужно проконсультироваться. Вот, ну, на будущее. Ну, в любом случае, раз у вас разговор записан, скиньте мне его, чтобы я его почитал. Чтобы я мог посмотреть, за что их притянуть. Потому что надо вот этих людей, которые вас пытаются развести, наказывать. Ну, чисто словесно в разговоре, по видеозапись, когда они начнут бэкать-мэкать. И посмотреть, как они будут увиливать. Именно от того, что они пытались вот таким вот образом. Почему-то прокуратура предлагает ознакомиться с материалами доследственной проверки. А с чего это вдруг прокуратура на себя берет такие полномочия. Почему прокуратура занимается не теми делами. Это уже повод для жалобы. Это уже прослеживается конкретный интерес конкретного человека. То есть он что, крышует сотрудников полиции? Кто-то там по-свойски попросил и тому подобное. Почему прокуратура ознакомливает с материалами доследственной проверки? Тем более, которая еще не закончена. Тем более, есть предписание, неоднократное предписание прокуратуры, чтобы сотрудники полиции ознакомили. Ну, не прокуратура. Вы что, не можете на полицию повоздействовать? Что за бред? Вы видите, ваши права нарушены. Так с чего это вдруг он только сейчас начал об этом заботиться? Так ты сделай такое предписание, чтобы оно наконец-то было выполнено. Чтобы на тебя, условно говоря, не плевали сотрудники полиции. Тот же самый Чухаров. Может быть, и прокуратура сейчас начнет доследственную проверку проводить? Ну, остается уже это. Может, они уже расследование начнут проводить? Каждый должен заниматься своими делами. И вот сотруднику прокуратуры нужно объяснить, грубо говоря, куда ты лезешь вперед, батьки. Занимайся своей работой. Вот надзорные функции. Прокуратура занимается надзорной функцией. Обнаружили нарушение законности. Сделали предписание. И проследите, чтобы предписание было выполнено. Не выполнено, значит, соответствующее заявление Следственный комитет возбуждать уголовное дело против тех сотрудников полиции, которые не исполняют ваше предписание. Вот и все. А за них делать ничего не надо. Анна, сбрасывайте мне разговор. Я хочу сам своими ушами услышать, что там и как происходило. Хорошо, давайте. Все, уже отправляем. Ага.